А теперь к спортивным новостям. Вам не видать таких сражений. Петербургский «Зенит» провел свой первый матч в групповом этапе Лиги Европы. В матч против Тель-Авивского Маккаби было все, от безволия до триумфа. Валидол горстями глотали оба наставника команд, но оно того стоило. Первые 75 минут игры для петербуржцев были едва ли не худшими за последние несколько лет. Такой разобранной команду с берегов Невы увидишь нечасто. Ни паса, ни удара, ни мысли, ничего ровным счетом. За это время в сетке ворот Ладыгина успели побывать три довольно симпатичных израильских мяча. Кто-то уже строчил гневные послания в соцсети, и тут игроков «Зенита» словно подменили. На 76-й минуте счет размочил спящий весь матч Кокорин. Через пять минут израильтяне остались в меньшинстве. Плюс «Зенит» получил право разыграть свободный удар из Вратарской площади. Лучше, чем пенальти. Вот этот подарок. Пас, удар, гол. Все очень четко и просто. Спасти от расстрела с пяти метров, наверное, не смогла бы даже кирпичная стена. После этого команды словно поменялись ролями. «Зенит» обосновался в штрафной соперника. И как итог, Лука Джорджевич на 90-й и 92-й минуте делает дубль и главную сенсацию тура. «Зенит» мог забить еще, но упустил пару верных моментов. В итоге, в сухом итоге, 4-3 в пользу россиян. Эта двойственная игра, безусловно, добавила размышлений для главного тренера петербуржцев Мирча Луческу. Равно как и седых волос. В общем, блеск и нищета питерского футбола в одном флаконе с ароматом трех набранных евроочков. Редактор субтитров А.Семкин